Снег на улице и во всех соцсетях. Первый этой осенью осадок, больше свойственный для зимы, спровоцировал сегодня массу обсуждений. Поводы для недовольства погоды у жителей региона в октябре еще будут. В западных и южных районах в конце месяца ночью возможно похолодание до минус 20. Правда, в отдельные дни днем прогнозируют до плюс 15 градусов. В общем, октябрь рождается довольно контрастным. А что или кто еще сегодня удивил жителей Прибайкалья, поймете в том числе по коротким анонсам. В Иркутской области все больше леготников Прибайкалья жалуются на блокировку проездных. Я Ольга Хармутова сегодня узнавала, когда разрешится эта проблема и в каких муниципалитетах Иркутской области с ней столкнулись. В Иркутской области все больше жителей не соблюдают правила утилизации медицинских масок. Люди выбрасывают использованные средства индивидуальной защиты куда попало. Через минуту сообщим, чем это чревато и как пытаются решить проблему. Еще одной проблемой в Иркутске может стать больше. Из восьми городских кладбищ действует только одно. На какое время его территории будет хватать под новые захоронения и какой есть выход из ситуации. Расскажу я, Иван Занько. Расскажу вам о нововведениях на Байкале, а также о том, почему ожидания не всегда совпадают с реальностью, особенно если речь идет о лавочках во Владивостоке. Все подробности в финале выпуска. А начинаем мы выпуск с крайне неприятной информации. Пожилые жители региона столкнулись с тем, что их грубо выгоняют из общественного транспорта. Дело в том, что у пенсионеров масса оказались заблокированные электронные проездные билеты. Как теперь быть льготником и когда решится эта проблема, знает Ольга Харнутова. Ожидание общественного транспорта, как и поездка в нем для пенсионерки Марии Ильиной, теперь сопряжено с негативными эмоциями. В день пожилого человека, когда она привыкла принимать поздравления, брачанку выгнали из автобуса. Социальный проездной женщины оказался заблокирован, что вызвало негодование водителя и кондуктора, при том, что пенсионерка заранее пополнила баланс электронной карты. Для меня вот эта ситуация была абсолютно дикой, что на меня кричат, со мной грубо разговаривают и меня просто выгоняют с автобуса. Меня выгнали с автобуса. Ну, в общем, конечно, эта ситуация меня вывела из себя. Я была очень расстроена. Похожая ситуация произошла у юркутянки Светланы Ашироевой. Она также не смогла воспользоваться своей социальной картой, за которую отдает по 150 рублей в месяц. Чтобы больше не попадать в скандалы, женщина купила обычный проездной. Правда, заплатила в пять раз больше. У меня билет заблокированный. Я купила за 750 рублей и я езжу по этому билету. Социальные проездные заблокировали у большинства льготников не только Иркутска и Братска, но также Ангарска и Усолья-Сибирского. Причем карты должны были действовать пять лет. А пользовались ими льготники меньше этого срока. В Министерстве социального развития, опеки и попечительства проблемы объяснили сбоем в системе. Люди могут пользоваться электронными билетами в ограниченном режиме уже сегодняшнего дня. Поездки будут засчитывать и выгонять никого не станут. А с 4 октября карты разблокируют полностью. Они будут действовать до января. К этому времени проездные нужно заменить. Тем временем в многофункциональных центрах региона начали выдавать новые карты пенсионерам, которые успели подать заявки. Позавчера мы выдали первые 880 билетов людям. То есть люди пришли и получили. Мы с СМС-сообщением по телефону предупредили людей, чтобы они подошли МФЦ и получили уже готовые билеты. Сейчас получаем 1039 билетов. Их будут выдавать завтра. Всего же на новые проездные билеты льготники подали 3693 заявления. Все получат карты в ближайшие дни. Кроме того, пенсионеры смогут возместить понесенные убытки. Для этого они должны предоставить проездные, на которые успели потратиться в Министерство социального развития. Ольга Харутова, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Если проблема блокировки электронных проездных вот-вот должна решиться, то в другом важном вопросе пока не так много конкретики. Известно лишь, что до конца года получатели социальных выплат могут не бояться остаться без денег, даже если их карта не национальной платежной системы МИР. Обязательный переход на нее, запланированный на 1 октября, не состоялся. В оставшиеся два месяца 2020 года деньги будут приходить, как и прежде, на старые карты. Хотя изначально планировалось, что уже этой осенью именно на новые расчетные счета начнут поступать помощь от государства по беременности, уходу за несовершеннолетними, пособия по безработице и пенсии. Не стоит волноваться и родителям детей до 16 лет. Они уже получили единовременные выплаты, введенные в связи с тяжелой финансовой ситуацией, спровоцированной пандемией коронавируса. В Иркутской области деньги перечислили более чем полумиллиону семей. Сделали это, как и предполагалось ранее, до 1 октября. Однако порядка 400 родителей не захотели получить финансовую поддержку от государства. Они не подали соответствующее заявление, хотя им готовы были оказать всю необходимую помощь в оформлении документов. Готовы оказать помощь и принять заболевших коронавирусом. 22 медицинских учреждений Иркутской области. В них развернуто свыше 1800 коек. Более трети из них пока еще свободны, хотя не исключено, что ненадолго. Подтвержденных случаев инфицирования с каждым днем становится все больше. За последние сутки COVID-19 в Прибайкалье выявили еще у 117 человек. Три пациента погибли. Все они скончались в медучреждениях Ангарска. Таким образом, именно от коронавируса уже умерло 236 человек в регионе. Самый высокий прирост числа инфицированных наблюдается в Бадайбинском и Усть-Кутском районах, а также в Иркутске. Наиболее спокойная ситуация в Зиминском и Чунском районах. Чаще положительные анализы на COVID выявляют у людей в возрасте от 30 до 49 лет. А вот ситуация среди учащихся школ следующая. Диагноз коронавирус выявили у 97 учеников и 54 педагогов. Три образовательных заведения в Нижне-Илимском районе и Ангарске закрыты полностью. Но пока поводов для перехода всех школ региона на дистанционный формат обучения нет. Ситуация с коронавирусом в Прибайкале с каждым днем становится все напряженнее. Одна из причин кроется в том, что люди не соблюдают элементарных правил и даже воспользовавшись индивидуальными средствами защиты выбрасывают их где попало. Тем самым подвергают угрозе других жителей региона. Олег Федоров продолжит. Этой осенью на тротуары опали не только пожелтевшие листья, но и медицинские маски с лиц жителей региона. Такой антисанитарный пейзаж можно наблюдать во многих районах Иркутска. А ведь тот же коронавирус, по мнению ученых, способен до 30 часов сохраняться на повязке. Именно поэтому выбрасывать маски даже в обычные урны не стоит. Но знают об этом не все. А между тем в нескольких городах области есть спецконтейнеры для масок. Такие баки установлены в Ангарске, Уссули-Сибирском, Шелихове. В Иркутске их пять. А вот что внутри. Коробки, бутылки и стаканчики. В общем, все. Только не медицинские маски. А ведь в отличие от обычного мусора, содержимое красных баков вывозят на полигон в Ангарске. Там в специальном крематоре при температуре 500 градусов происходит сжигание. Другие варианты утилизации грязных масок малоэффективны. Обычная медицинская маска сделана из специального материала спанбонда. На открытом пространстве такая маска будет разлагаться до одного года. А на закрытой от солнца территории от 3 до 5 лет. Соответственно, в идеале такая маска должна быть утилизирована как медицинский отход. Но если она попадет куда-нибудь на дорогу, тротуар или в парковую зону, то рискует оказаться на общем мусорном полигоне. Соответственно, будет утилизирована как обычные отходы. А так быть не должно. Должны соблюдать масочный режим все. И если судить по прохожим, многие осознали серьезность угрозы коронавируса и пользуются индивидуальными средствами защиты. Теперь важно уяснить еще одно, как правильно утилизировать повязки. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням. Маски составляют небольшую часть отходов, которые отправляются в контейнеры. Сколько же на самом деле мусорят жителей Прибайкалья, выяснят в ходе специального исследования. Оно уже стартовало. В Иркутской области проводят замеры нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Работы проводят из-за многочисленных жалоб как со стороны рядовых жителей региона, так и от представителей различных предприятий. Люди уверены, что существующие сейчас нормативы накопления завышены, и это, в свою очередь, влияет на стоимость вывоза мусора. Поэтому и решено было организовать масштабное исследование, по итогам которого сделают выводы и, возможно, изменят существующие нормативы. Замеры проведут в нескольких населенных пунктах области, в частности, в Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Байкальске, Бодайбой, Листвянке. Будут изучать, сколько мусора выкидывают жители многоквартирных и частных домов, работники и клиенты гостиниц, магазинов, сотрудники и ученики школ. В общей сложности исследуют 40 категорий объектов. На все про все потребуется год. Через несколько месяцев будет уже два года, как в России произошла мусорная реформа. Ее цель – ликвидация незаконных свалок и переход на раздельный сбор отходов. Нововведения жители при Байкале восприняли в штыки и не мудрено. На начальных этапах возникло много проблем. А есть ли сейчас у жителей Иркутска претензии по вывозу мусора? Мы решили выяснить это в ходе опроса. По выходным не вывозят мусор, крупный мусор точно так же остается, не вывозят. У нас на другом берегу проблем с этим точно нет. Если честно, я живу в таком районе, что у меня нет особо претензий. Ну вот вообще. Да, вывозят редко мусор. Ну что, переполняется часто и вовремя не вывозят, разве что. Да, кстати, есть. Постоянно вот вижу возле остановки, постоянно возле техникума. Да почти везде вижу постоянно то, что переполнено везде. Ну, у меня, допустим, нет в этом городе, в котором я живу. В Иркутске тоже. Вот в Иркутске, где я живу, меня все устраивает. Ну да, есть. Там редко вывозят, накапливается много, большое количество. Итоги опроса таковы. Большинство респондентов считают, что мусор вывозят редко, если контейнеры переполнены. У остальных претензий к региональному оператору нет. Как и у меня. На мусорной площадке у моего дома отходы вывозят регулярно. Ольга Харнутова, Виталий Перетолыч, новости по будням. Переполнены и другие городские объекты. Речь идет о муниципальных кладбищах, часть из которых закрыта, а на других усопших можно похоронить лишь при определенных условиях. Увеличение территории погостов в обозримом будущем также не решит проблему. А жители Прибайкалья все чаще прибегают к альтернативным способам захоронения. Подробности в следующем материале. Александрское кладбище единственное в Иркутске место, где можно как хоронить, так и подзахоранивать людей. Погост один из самых крупных в области. Его площадь более 100 гектаров. Ежегодно здесь появляется свыше тысячи новых могил. Но и этой территории в ближайшие годы станет недостаточно. Свободной земли для захоронений хватит только на 10 лет. Поэтому уже сейчас идет работа по увеличению погоста. Всего же в Иркутске и около него расположены 8 муниципальных кладбищ. Из них 4 полностью закрыты. Еще на трех, помимо Александровского, периодически появляются новые захоронения. Правда, лишь при соблюдении некоторых условий. То есть это если захоронен родственник и в оградке есть место, он если родственник по крови, тогда мы имеем право, с санитарными нормами, конечно, есть место, тогда мы имеем право разрешить подзахоронить на данном месте. А участок земли на всех наших муниципальных кладбищах предоставляется бесплатно. С проблемой нехватки места для расширения кладбищ сталкивались и в других крупных городах Сибири. В некоторых из них было принято решение о строительстве крематория. Такой вариант обсуждался и в Иркутске. Даже намечались места для появления колумбария. Но на практике проекты реализованы не были. Хотя популярность услуг крематория с каждым годом растет. Поскольку ближайшая крематория это в Новосибирске, нам приходится туда отправлять тело для кремации. А в Иркутске уже в нашем офисе получают уже прах. Но это в среднем тоже стоит дорого. В среднем где-то 80-90, а то и в другой раз 100 тысяч обходится человеку. Поэтому если было бы в нашем городе крематория, то я думаю, что эти расходы сократились бы на много разы. Допустим 4-5 раза даже. Строительство крематория позволит не только сэкономить деньги при проведении похорон, решить проблему нехватки места на кладбищах, но и сократит время минерализации останков с 25 лет до 1 часа. Что сохранит экологическую чистоту окружающей среды. Вот только пока возведение подобного комплекса в столице Прибайкария пока лишь обсуждается. В частности из-за того, что проект слишком дорогостоящий. Иван Занько, Владимир Пинаев. Новости по будням. За невыполнение дорогостоящего ремонта ответят перед судом. Сегодня утром в аэропорту столицы региона арестовали действующего мэра Усть-Кута Александра Душина. Ему предъявлено обвинение по статье злоупотребления должностным полномочиям, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшие тяжкие последствия. По данным следствия, Душин еще в 2019 году заключил контракт с подрядной организацией на благоустройство. Позднее при приемке работ глава города подписал все акты о готовности и качестве выполненного ремонта. При том, что основания для этого отсутствовали. Услуги не были выполнены в полном объеме. Тем не менее, на основании документов из федерального, областного и местного бюджетов подрядчику выплатили порядка 40 миллионов рублей. 16 из них оказались перечислены на счета юридических лиц, которые имели непосредственное отношение к Душину. О лишении свободы чиновников в Иркутской области приходится говорить чуть ли не ежемесячно. Последние дни яркое тому подтверждение о самых громких арестах власть имущих. Расскажем далее. Из личного кабинета на скамью подсудимых новости с подобным заголовком для Иркутской области не редкость. Один из последних случаев произошел в Керенском районе. Бывшего главу муниципального образования задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он два года заключал контракты на выполнение работ по содержанию ледовых переправ, дорог и благоустройству с подрядной организацией, которая принадлежит его жене. Не остались без внимания соответствующих органов и деяния уже иркутского чиновника. В июне арестовали начальника Департамента инженерных коммуникаций Жилищного фонда администрации Иркутска. Мужчине предъявили обвинение по получении взятки, которая обеспечила бы победу одной из организаций при розыгрыше аукциона на ремонтные работы. Ну и, пожалуй, самое обсуждаемое событие последнего времени – заключение под стражу депутата законодательного собрания региона Андрея Левченко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах при замене лифтов. Адвокаты сына экс-главы Иркутской области намерены обжаловать арест парламентария. Данил Седов, новости по будням. До ареста не дойдет, но оштрафуют точно. На дорогах Иркутска хватает водителей, которые не чтут букву закона. В частности, речь о тех, кто предпочитает объезжать пробки по обочинам. Как раз таких шоферов сегодня и выявляли в столице Прибайкалья. Неожиданная и малоприятная встреча с сотрудниками ГИБДД ждала тех, кто решил миновать затор против правил в микрорайоне Новоленина. Именно там автолюбители чаще всего в часы пик предпочитают передвигаться не по проезжей части, а по обочине. Это наглядно демонстрирует статистика. За сегодняшнее утро было остановлено 13 водителей, которым не хватило терпения постоять в пробках. Теперь всем им придется раскошелиться. Штраф за подобное нарушение – 1500 рублей. Подобные рейды инспекторы проводят регулярно по несколько раз в неделю в разных точках города. В Братском районе при столкновении с тягачом погиб водитель отечественного автомобиля. Авария произошла на федеральной трассе Вилюи в районе села Покосное. По предварительным данным шофер грузовика выехал на встречную полосу. Там он и столкнулся с движущейся навстречу машиной. От удара автомобили загорелись. 27-летний водитель легковушки скончался. Аварии случаются не только на дорогах и не только с машинами, но и с космическими аппаратами. Кто и как в Братском районе учился помогать в таких ситуациях, узнаете прямо сейчас. Спускаться с неба на землю для них дело привычное. Они – авиационные спасатели. В Братском районе десантирование из вертолета с разных высот отрабатывают свыше 30 человек. Это личный состав более 10 частей Центрального военного округа. Задача у спасателей особая – эвакуировать экипаж космического корабля. Он по легенде учений совершил экстренную ночную посадку в труднодоступной местности. Одна из особенностей выбора места – это относительно сложная площадка. То есть площадка у нас ограничена частью пробегающей реки, лесом. И при десантировании на данную площадку оттачиваем как раз вот те самые навыки, необходимые для приземления авиационных спасателей как раз пострадавшим бедствия. Условный пострадавший на этих учениях тоже есть. Ему оказывают первую помощь и эвакуируют в госпиталь. В ходе учений в Братском районе свое мастерство оттачивают авиационные спасатели, укладчики парашютов и медики. Кому-то уже приходилось в реальной жизни помогать космонавтам. В числе таких специалистов – старший инструктор Юрий. Два года назад он участвовал в спасательной операции при аварии ракеты-носителя «Союз». Наша система сработала четко и капсула с космонавтами отстрелилась и приземлилась в районе нашего дежурства. Мы уже были готовы в самолете, взлетели, десантировались, приземлились прямо к ним, открыли капсулу, вытащили их. Они были здоровы, слава богу, без травм, без ничего, немножко шокированы. Юрий, как и его коллеги, надеется, что обойдется без происшествий запуск космического корабля «Союз МС-17» и посадка пилотируемого аппарата корабля «Союз МС-16». Следить за безопасностью этих процессов участники учений из Братского района вскоре отправятся на аэродромы Кызыл и Горн-Алтайск. Алена Полоненко, новости по будням. Благодарность за работу спасателей решили увековечить в Ангарске. Там установили памятник сотрудникам пожарной службы города нефтехимиков. Монумент представляет собой двух человек в спецформе, один из которых держит спасенного мальчика. Высота памятника порядка двух метров. Сделан он из железобетона в одной из мастерских поселка Тельма. Идея создания именно такой композиции пришла в голову Ивану Зуеву, известному в России мастеру прикладного искусства. На выполнение этой работы у скульптора ушло около года. И в результате спасатели Ангарска получили отличный подарок к 30-летию пожарной части города нефтехимиков. В городе нефтехимиков спортом занимается призрак. По крайней мере, именно так подумали десятки ангарчан. Интригу раскроем после новостей спорта. Иркутский «Зенит» не поедет в Санкт-Петербург. Руководство «Сине-Белых» отправило уведомление о невозможности участия в двух выездных матчах профессиональной футбольной лиги на берегах Невы. Причина – финансовые проблемы. Напомню, игроки клуба уже три месяца не получают зарплату. «Зенит» также из-за нехватки средств может завершить свое выступление в турнире досрочно. С побережья Черного моря вернулись спортсмены Иркутской области, а в качестве сувениров наши земляки привезли награды. На чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу, которые состоялись в Адлере, женская сборная при Байкале завоевала серебряные медали. А наши юниоры заняли третье место в мужском зачете. 15-й всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева снова пройдет в Иркутске. С 3 по 4 октября на стадионе труд более 100 сильнейших атлетов будут выявлять сильнейших в 10 весовых категориях. К участию в соревнованиях допускаются борцы старше 18 лет и со званием не ниже кандидата в мастера спорта. Даниил Седов, новости по будням. Кандидаты на звание знатоков космоса соберутся 4 октября в Иркутске. В этот день в областном центре пройдет астрономический диктант. Участникам предстоит ответить на 35 вопросов о планетах, их спутниках, звездах и черных дырах. Тем, кто наберет максимальное количество баллов, выдадут призы от Иркутского планетария. О других интересных новостях, если не со всей Вселенной, то хотя бы со всей планеты Земля, расскажем в рубрике повесточки. Всем здравствуйте! Согласитесь, что каждый из нас чего-то ждет. Вот лично я, окончание пандемии и открытие границ. Ну а кто-то просто завершение рабочего дня. Самое главное, чтобы ожидания совпадали с реальностью. Вот давайте обо всем этом сегодня и поговорим. Вряд ли житель Ангарска ожидал увидеть такое. Во время занятий спортом на одной из площадок он заснял призрака. По крайней мере, именно так решили пользователи социальных сетей. Хотя, вопреки ожиданиям людей, никакой мистики здесь нет. Все дело в ветре и поломанном тренажере. На сильном ветре несколько сотен жителей Шотландии ждали встречи с одним из самых популярных поездов в мире. Речь о Хогвартс-экспрессе, который участвовал в съемках фильмов о Гарри Поттере. Вот только увидеть его получилось не у всех. В тот момент, когда поезд проезжал мимо, вид на него закрыл другой, гораздо менее интересный состав. И еще одна интересная история произошла во Владивостоке. Там вместо ожидаемого уютного сквера в центре города жители получили недвусмысленный намек на то, что все мы гости в этом бренном мире. Согласитесь, вот такие лавочки из гранита очень уж напоминают кладбище. Недовольные горожане по этому поводу даже запустили флешмоб, который так и называется «Помним, любим, скорбим». Для любителей походов и не только следующая новость. Заповедная Прибайкалья решила увеличить количество стоянок для туристов на территории нацпарка. Лично я этого ждал очень давно. Дело в том, что во время походов по тому же Альхону ставить палатки можно только в специальных местах. И этих мест уже давно не хватает. Главное, чтобы стоянки были оборудованы в удобных местах. На что я очень надеюсь. Ну и на сегодня это все. Гуляйте, путешествуйте, да просто наслаждайтесь последними теплыми деньками. Пока-пока.